Парламенты всех стран НАТО проголосовали за вступление Швеции в Альянс. В Стокгольме этот день назвали историческим. Швеция оставляет позади 200-летней нейтралитета и военного неприсоединения. Это большой шаг. Мы вступаем в НАТО, чтобы еще лучше защищать все, чем мы являемся, и все, во что мы верим. Мы защищаем нашу свободу, нашу демократию и наши ценности вместе с другими. Швеция подала заявку на вступление в НАТО одновременно с Финляндией в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Однако Турция и Венгрия долгое время блокировали вступление Швеции в блок. Но в конце января 2024 года президент Турции утвердил протокол. А 26 февраля за ратификацию заявки Швеции проголосовали 188 депутатов парламента Венгрии против 6. Мы одобрим вступление Швеции в НАТО. Мы поддерживаем идею о том, что вступление должно произойти. НАТО – это оборонный союз. Мы заключаем союзы, чтобы защищать друг друга в случае нападения извне. Швеция станет членом блока, подтвердил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Толтенберг. В ближайшие дни в штаб-квартире НАТО в Брюсселе планируется провести церемонию поднятия шведского флага. Это исторический день. Он делает НАТО сильнее, Швецию безопаснее, а нас всех более защищенными. Он также посылает очень четкий сигнал президенту Путину, что двери НАТО открыты. Мы должны понимать, что он вступил в войну, чтобы закрыть двери блока. Он добился прямо противоположного. После присоединения Финляндии, как вы помните, границы НАТО с Россией увеличились примерно вдвое. Швеция теперь станет членом, а Украина близка к членству, как никогда раньше. Вместо того, чтобы признать, что у России якобы есть право вето на дальнейший путь Украины, НАТО приобрело двух новых членов. России это не нравится. Что они еще предпримут, мы не можем знать. Мы готовы ко всему. Мы постоянно видим кампании по дезинформации, кибератаки и тому подобное. Швеция в последние десятилетия расширила сотрудничество с НАТО, а ее членство в Альянсе упростит оборонное планирование и сотрудничество на северном фланге Альянса, подчеркивают эксперты. В 2024 году Стокгольм намерен увеличить оборонный бюджет до 2% ВВП. Это исторический шаг, когда мы оставляем политику нейтралитета, которая хорошо служила нам долгое время. Но в нынешней ситуации с безопасностью в Европе это правильный путь. У шведов хорошо оснащенная современная армия. В частности, у них есть военно-воздушные силы с оружием собственного производства. Страна привнесет в НАТО такие ресурсы, как новейшие подводные лодки, приспособленные к условиям Балтийского моря, и внушительный парк истребителей Гриппен. Кроме того, географическое положение Швеции играет особую роль благодаря острову Готланд, где расположена шведская база. Оттуда можно контролировать практически все Балтийское море.